приветствую всех на канале короткое видео с обзором того что сегодня происходит на рынке обсудить есть что в индексах в принципе особо ничего не происходит и сын пи плюс-минус стоит на тех местах где он открылся 4433 пункта nasdaq сегодня растет но несущественно тем не менее основные компании из big tech of принципе немного снижаются каких-то тенденций не показывает russell сегодня снижается но тем не нам менее находится выше трендовый что хорошо dow jones немножко снижается сегодня и пересек черту предыдущего хая викс сегодня растет на три процента примерно ну наверное самое интересное что сегодня происходит это обвал в золоте золото сегодня с утра падал до отметок 1677 после чего довольно бодро установилась в район 1753 и сейчас снова откатилась то есть если посмотреть на картинку так глобально то мы видим что сегодня мы пока что пробили линию поддержки тренда и все еще не вернулись за нее то есть она находится уровень 1750 на данный момент на мой взгляд пока что слонгами по золоту стоит повременить пока что мы не вернемся за линию поддержки здесь вполне может продолжаться падение если мы не сможем вернуться выше так что пока что золото выглядит довольно слабо хоть и дневная свечка закрывается с таким шипом скорее всего ниже мы не должны опускаться но тем не менее вот то что мы ушли ниже поддержки тренда это но продолжает как бы напрягать также довольно важно это продолжение укрепления доллара плюс 0 2 процента сегодня растет дикс вай и мы приближаемся вплотную к верху который был показан не так давно конкретно вот это место которое было 21 июля и и вот это вот конечная диагональ если мы переписываем вверх который находится в районе 93 и 2 то это будет говорить о том что доллар скорее всего продолжит укрепление сегодня мы пробили важным сопротивление в районе 78 процентов ну собственно говорят доллар пока что немного пугает и вот я пытался делать разметку у меня пока что получается так что вот это движение вниз я вижу здесь импульс коррекция bc и вот это движение но больше всего наверное напоминает конечный диагональ соответственно здесь у нас есть три волны после чего началось движение наверх и это также говорит не в пользу ослабление доллара первая волна вторая но сейчас предположительно должна закончиться третья либо она закончилась здесь может быть 4 5 но пока что мне кажется что это 1 2 здесь 3 4 5 ну вот в общем на самом деле если мы переписываем вверх то это конечно будет еще одним плохим сигналом для рынка в том числе потому что доллар будет продолжать укрепление очень хотелось бы чтобы он смог переписать вот этот верх который был на конечной диагонали предполагаемый опять же ну и bitcoin который продолжает укрепляться здесь мы находимся как раз в зоне двух сопротивлений во первых это границы этого канала в котором проходит снижение ну и плюс ко всему вот этот важный уровень 47 все это связано с тем что ожидаем голосование по поправкам голосование по инфраструкцию бил и к нему также по криптовалюте довольно много приложений создана ну собственно говоря изначально хотели облагать налогами криптовалюту пустить эти деньги на инфраструктурные траты но сейчас вот несколько сенаторов выступили с поправкой которая воспринята крипто сообществом как большой позитив и очень важно будет ли она принята она освобождает майнеров и производитель по от такого отчета как брокеров по транзакциям по криптовалютам это могло бы убить в принципе всю среду в криптовалюте которая сейчас создана но довольно много поддержки они получают и такие эндорсеры как джек дорси и представители coinbase лоббируют в принципе в сенате и в конгрессе чтобы поправку которая освобождает крипто майнеров и производителей по об обязательной отчетности прошла они довольно сильно за это дело взялись и в твиттере на такое масштабное сейчас идет программы по донесению данной точки зрения для сенаторов и конгрессменов будет очень интересно посмотреть будет ли эта поправка принята если она будет принята вполне возможно в биткоине начнется настоящий bull run пока что мы находимся в пограничной стадии то есть в принципе вот этот уровень 47 это довольно важный уровень который если bitcoin сможет преодолеть он вполне может пойти на переписание high of пока что будем наблюдать за тем будут ли приняты эти поправки то есть сейчас рынок находится в таком довольно шатком положении из которого может пойти в принципе в любом направлении здесь и bitcoin который пришел на важное сопротивление и dxy который сейчас также может перейти к росту если преодолеть отметку 93 и 2 ну и собственно индексы которые по большому счету замерли в ожидании того куда же пойдет доллар пока что есть варианты как и с ростом я обозначил свой таргет по и сын пи до котором мы еще не доросли он находится в районе где-то 4 500 4 470 вот туда мы можем еще вырасти и здесь вполне может это произойти на принятие инфраструкция бил плюс ко всему сегодня появились новости о том что демократы хотят до того как уйти на летние каникулы согласовать еще дополнительные возможную трату трех с половиной три миллиона долларов ну если они это сделать этот доллар тогда на расчете пойдет к снижению но пока что это все в стадии слухов никаких фактов пока что нет но намерения такие присутствуют в принципе на этом все спасибо за внимание ставьте лайки пишите комментарии помогает продвижение этому каналу и до встречи в следующих видео